приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том как вы можете очищать свою собственную энергетику и поговорим о четырех источников которые могут это сделать обязательно досмотрите это видео до конца и вы узнаете для себя много полезной важной и нужной информации я прямо сейчас подпишитесь на канал астрора ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии вы знаете нам всегда кажется что внешние факторы влияют на нас что только от них зависит наша жизнь но это не так дело в том что мы сами виноваты в том что с нами происходит да существует определенный поток энергии и принято это называть судьбой но она настолько вариативно что даже нашему уму к сожалению непостижимо а мы часто ходим из угла в угол и уверены в том что кто-то там наверху все решает за нас конечно же многим так проще всего отдать кому-то всю свою ответственность за себя однако если вы задаетесь вопросом как же все таки изменить то тогда стоит попробовать следующее и первый источник очищения собственной энергетики это вода и секрет заключается в том что воду не нужно добывать в каком-то священном месте не обязательно и ходить за ней в храм и церкви также безразлично в какое время вы собираетесь заняться очищением утром вечером выходной день и в будней или во время каких-то праздников здесь без разницы потому что вода всегда одинаково водоем озеро море океан или вода из-под крана дома тоже не важно главное здесь намерение намерение и мысль мысль это исток энергетики от нее от мысли исходит вся та энергия которая проще говоря влияет на нашу жизнь отсюда и появилась изречение мысль материально потому что мысли это источник действий а действия всегда ведут к результату находясь рядом с водой или воде всегда представляете как все тяжелое смывается с вас и конечно же исчезает и это очень простой прием но одновременно действенный сразу же вы почувствуете облегчение и полезно окунать ноги водичку так как именно эта часть тела совпадает с с энергетикой воды они равнозначны особенно вы можете почувствовать разницу в состоянии когда вы опустили ножку и ножки например в бегущую речку или струю воды следующий источник очищения вашей энергетики это огонь возможно вы замечали когда наши руки находятся во взаимодействии с теплом огня и таким образом происходит очищение на автоматическом состоянии вот поэтому многим людям нравится подносить руки например костру или держать над свечой потому что огонь завораживает и пугает в то же время потому что он наверное обладает сильнейшим действием на наше подсознание если хотите чтобы ваш дом всегда был уютным спокойным чистым то как можно чаще зажигайте свечи и смотрите на них проводите свое время рядом с ними пока они догорают следующий источник очищение вашей энергетики это воздух все наши части тела возможно мы с вами этого не осознаем но они взаимодействуют все с воздухом наша грудная клетка голова шея сердце легкие и поэтому длительные прогулки по свежему воздуху они отрезвляют улучшает наше настроение возможно вы обращали внимание что иногда вам плохо вам тяжело вам ничего не хочется делать но вы вышли прогулялись прошлись по парку дотронулись до деревьев до листочек цветочков и вы видите как ваше настроение начнет начинает подниматься потому что энергетика природы воздуха все взаимосвязано и она начинает тело очищать и вы знаете воздух очень сильно влияет на наши мысли поэтому если у вас например какая-то какая-то непростая ситуация депрессия какие-то проблемы которых вы постоянно думаете именно в негативном ключе то лучше начинайте свое очищение не с воды а с воздуха вода будет у нас вторым этапом если у вас есть какая-то заветная например мечта то закрывайте почаще глаза когда находитесь на воздухе или во время ветра и представляете как то чего вы хотите есть уже и у вас как будто все уже произошло или сбылось сбылось попробуйте ощутить вот это состояние что вы чувствуете каковы ваши эмоции действия как вы улыбаетесь кто находится рядом с вами таким образом вы закладываете зернов правильно в своем мысли в свою голову и с этой позитивной энергии и вот от ощущения вот этого счастья радости и вместе с энергетика чистого воздуха и порыва ветра действие желания становится намного ближе ним намного реальнее только осторожно с этим потому что мечты могут осуществиться достаточно быстро чем вам может показаться иногда мы не можем просто быть просто не готовы к этому да мы хотим но когда этот наступает момент мы можем не быть готовыми следующий источник это наша земля и старайтесь если вы проводите очищение своего тела энергетически то именно контакт землей это должен быть последний завершающий этап очень полезно лежать на земле несмотря на то что она твердая но знаете усталость как рукой снимает мысли упорядовывающие упорядочиваются а дыхание становится ровным и глубоким когда вы идете старайтесь спину всегда держать прямо во первых для равномерного кровообращения а также для вашего здоровья в целом и помните что контакт землей он самый наверное из многих эффективных вы знаете вот деревья да вот их не корни они уходят в глубь земли и энергетика земли также проходит через наши ноги к спине головному мозгу а затем выходит к небу и солнышку если вы себя будете представлять вот четко это состояние то вы даже можете из увидеть через некоторое время какие-то определенные колоссальные изменения например вы станете выдержание здоровее красивее ваших мыслях не будет хаоса и сердце на сердце будет вы будете более спокойнее поэтому используйте эти источники которые смогут очистить вашу энергетику но и также исцелить подпитать вас наполнить и защитить потому что это очень влияет и на здоровье и на душевное равновесие используйте эти природные источники